В каком году произошла битва при Ватерло? Увы, ваш приз составляет всего лишь 470 рублей. Ну это рядом с Бородино 1815, наверное, или 16, 15, наверное. Ладно, хрен с ним, это 1815 год. Кайф. Слушай. Это просто, просто гениально. Я из Байкала, Бурятия. А то есть ты Бурят? Ну типа того. Ничего себе, у нас в передаче участвует Бурят. Мое почтение, уважаемые телерадио слушатели из Матаки. Это передача Допрос за Бабос. Меня зовут Евгений Ширяев, канал Негодяй ТВ. Молодой человек, можно вас, пожалуйста, на секундочку? Передачу снимаем для всех соцсетей, которые есть на планете. Можно вас сюда поближе? Как вас зовут? Владислав зовут. Поучаствуй, Владислав, пожалуйста, в моей передаче. Все очень просто. Задаю 5 вопросов, отвечаешь правильно на них. Они школьные, обычные. Получаешь 1000 рублей. Эта передача называется Допрос за Бабос. Поехали. Пять вопросов, да? Пять вопросов. Так, первый вопрос. Кто написал поэму «Кому на Руси жить хорошо?»? Если ты будешь отвечать хреново, я все равно дам тебе пятихатку. Бабки есть. Кому на Руси жить хорошо? Некрасов. Это браво. Потому что это правильный ответ. А как зовут Некрасова? Алексей? Сам ты Алексей. Николай Алексеевич. А, Николай Алексеевич. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Я чувствую, что ты не очень умный человек. Есть такое? Ну, не все же без греха. Сколько годиков? 19. На вид 38 лет. Зато женщина нравится. Так, ладно. В каком году произошла битва при Бородино? Легче это вопрос. Я не знаю, что может быть легче. А я знаю. Это 1812 год. Молодец. Какой молодец у нас? Я спрашивал, как тебя зовут? Владислав. Владислав. Топалов Владислав? Нет. Это не Топалов Влад. Немножко себе учишься, работаешь? Да, я студент, первый курс. Что за путяга? Российская Академия Наук Народного Хозяйства. Если по-другому называть, Президентская Академия. Президентская Академия Народного Хозяйства? Ну, просто. Первый раз слышу такую лабуду. А на кого? Госмуниципальное управление. На депутата? Типа того. Первый раз в нашей передаче. Типа ты будешь депутатом, когда вырастешь. Кем хочешь стать, когда вырастешь? Я хочу стать депутатом. Кем же еще? Итак, депутат, вопрос тебе по химии. Натрий-хлор – это что такое? А подсказки есть какие-то? Ну, всех случаев. Есть. Это соль? Это правильный ответ. Да, это соль? Это верно. Тяжело в путягу-то поступать в президентскую? Ну, готовиться надо. Я и самостоятельно готовился, и через школу онлайн. Сотка называется. Школу онлайн-сотка? Да. И чему там тебя учат? Ну, не знаю, но в целом даже она поднатаскать смогла. Там… А типа ты троечник, что ли? Нет, ну я как расист, конечно, по большей части, но дополнительные курсы просто поднатаскали для ЕГЭ специально. Значит так, Сотка, вопрос, по которому вряд ли тебя поднатаскали, но ты как будущий депутат должен знать, кто написал книгу «Капитал»? Маркс. Марк Твен? Нет, Карл Маркс. Блин, откуда вообще ответ на этот вопрос? Ну… На этом вопросе ты должен был плохо отвечать, я должен был тебе подсказывать, и с моей подсказкой ты должен был выиграть. «Капитал» читал. Да, проходили. Я же говорю, это история общества знаний. Ну, это то, что я сдавал по сути. В каком году была построена Великая Китайская стена? Хотя бы рядышком подсыпание, хоть чуть-чуть, плюс-минус 200 лет хотя бы. Это до нашей эры было. Это до нашей эры, да. Это… подсказка есть, да? Если что, 200 лет, 200 лет до нашей эры. 221 год. 221 года нашей эры. Слушай, ну это браво, это пятый вопрос, и все, ты победитель. Тысячу рублей. Хлопаем, хлопаем в ладоши, да. Слушай, сотка, давай так замутим. Если ты отвечаешь еще на пять вопросов, то получаешь не тысячу, а два косаря. Если ты не отвечаешь еще на пять вопросов, то ничего не получаешь. Ну, можешь рублей 100 дам тебе, чтобы ты не расстраивался. 200. 350 рублей. А вопросы… Пятихатку. А вопросы… Вопросы разные. Разные вопросы. Погнали? Ну, давайте. В каком году Кристалирусь? Это… 988-й. Кто написал повесть «Шинель»? Гоголь. В каком году началась Первая мировая война? В 14-м. 970-й. 1914-й. Ладно. Кто был первым президентом США? Это тоже вот… Это Вашингтон. Игорь? Джордж. Увы. Увы. В каком году произошла битва при Ватерло? Увы, Ваш приз составляет всего лишь 470 рублей. Ну, это рядом с Бородино. Это… Это 15-й, по-моему. 1815-й, наверное. Или 16-й. 15-й, наверное. Ладно, хрен с ним. Это 1815-й год. Это просто… Просто гениально. Просто гениально. Откуда? Откуда столько мозгов тебе? 2000. Ты выиграл прямо 10 сейчас. А больше вопросов не будет, да? У меня еще дофига вопросов. Да? Да. У меня еще примерно 3 блока вопросов. Ну, вот про Бородино, в принципе, я же говорю, я про историю и сам изучал. Мне нравится этот предмет. И дополнительно вот в школе мы это проходили, ну, в онлайн которую. Про то, что ты сотку рассказываешь? Что за сотка? То есть ты плачешь 50 тысяч рублей? Нет. Ну, там ежемесячно поменьше суммы. Я платил 4. У меня просто было зато постоянно с преподом в школе. Я, по сути, я не хотел там заниматься. Преподавательница всякую воду лила постоянно. На историю? Ну, да. То есть, в принципе, там можно и самому, но гораздо проще, когда тебе выдают уже какой-то материал, который ты реально можешь вспоминать спокойно там. И домашку там проверяли, в принципе, когда выдавали нам что-то. То есть, по сути, ежемесячно клевый репетитор, скажем так, который тебя проверяет, который тебя подготавливает по самым главным вопросам. И ты онлайн с ним? То есть, ты видишь лицо человека, вы с ним лялякаете? Ну, это вебинары, по большей части. Короче, давай до Талова. Нет? Не хочешь? А что, сколько этого? Ну, если ты ответишь еще на три блока, то есть там, ну, получается, пятерка. Либо пятерка, либо, ладно, косарь тебе тогда дам только один. Они повышаются по сложнее. Короче, давай смотри, как замусим. Я просто так неохота сейчас никого искать, вот это вот ходить вокруг да около. Хрен с ним. Три раза могу подсказать. Если ты на все, на это отвечаешь, год, то пятерка. Пять тысяч рублей все. Я пошел, потому что я, честно, честно, жара такая, я хочу, я хочу купаться, я хочу на пляж, понимаешь. Ну, а вопросы тоже школьные будут. Да все такая же херня. Ну, либо пятерку, либо косарь ты уже получил. Либо сейчас два косаря забираешь и уходишь. Пятнадцать вопросов. Пятнадцать вопросов. Тридцать вопросов. Тридцать вопросов. А, пятнадцать, вру, пятнадцать, да. Пятнадцать. И три подсказки. Три подсказки. Не, ну оно... Ну, косарь, если что, как бы уже... Окей, да. Да, все. Кто написал роман «Война и мир»? Толстой. Как до 1935 года западные страны называли Иран? Извини, дружище. Могу подсказать, конечно. Не надо. Есть даже... Это Персия. Блядь, откуда ты это знаешь? Ну, в сотки проходили. Опять в этой сотке? Да. Ты что, нам рекламируешь эту сотку? Я не знаю. Ну, просто вопросы часто так совпадают. Это, я же говорю, это... Ну, если это школьные вопросы, это вот больше похоже на ЕГЭ-вопросы какие-то. Ну, по крайней мере, они рядом стоящие с ЕГЭ-шными вопросами. Там проходило. В каком фильме был персонаж Куба Косторский? А это уже вы в ЕГЭ не проходили. Поэтому... Поэтому все так произошло. Если честно, я хочу, чтобы ты взял пятак. Ну, давай, Буба Косторский. Я был бы из Одессы, лялядь ты рубля. Это мстители. Которых не поймать. Их невозможно поймать. Я не знаю. Ну, давай. Какие-то непойманные мстители. Неуловимые мстители. А, неуловимые мстители. Одна подсказка. Одна подсказка. Осталось две подсказки и 12 вопросов. Единственная река, вытекающая из озера Байкал. Ну, это я знаю. Это уже, да, это не школьный вопрос. Это Ангара. Я сразу могу сказать. Я просто в Байкале жил. На Байкале. Ты бурят? Ну, типа того, наверное. Если я жил на Байкале, я еду. Есть родственники бурят? Можно я так напишу? Ну, ты же бурят, получается? Ну, типа того, да. Очень умный бурят. Давай началку запишем. Началку. Братишка, а ты откуда приехал? Я из Байкала, Бурятия. А, то есть ты бурят? Ну, типа того. Ничего себе. У нас в передаче участвует бурят. Это будет началка. Ну, чтобы мы написали, что бурят самые умные. Каким словом греческого происхождения называют читать и писать? Ну, это не школьный вопрос. Наврал. Я знаю ответ. Кто наврал? Ты наврал. Это не школьный вопрос. Ты душный. Ты начинаешь душнить. Я уже думаю, что, может быть, нам прекратить эту вечеринку. На этот вопрос я не буду тебе подсказывать. Еще раз вопрос можно? Греческим словом происхождения читать и писать. Каким словом? На букву Г. Грамотность. Это было пять вопросов. Еще десять. То есть, получается, ты уже три косаря поднял. Готов ли ты остановиться? Нет. Нет, ну давайте. Да, нормально. Мне нравится. Да, прикольно. Во дворе какого музея возведена стеклянная пирамида? Во дворе какого музея? Стеклянная пирамида. Это, наверное, в Париже, который Лувр. Лувр, разве в Париже? Ну да. Ну ладно. Столица Австралии. Там что-то было. Как, 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 как. Какашка. Каннабис. Каналья. Подскажи мне. Подсказать? Это будет третья подсказка, брат. Мне казалось, вторая. Третья? Канб. Канбери. Канбера, брат. Канбера. Подсказок больше нет, брат. Извини. Кто основал город Тиночтетлан? Астеки. Главного героя какого романа звали Эдмунд Дантес? Граф Монте-Крести. Это правильный ответ. На каком озере находится остров Валаам? Здесь точно он не знает, потому что только местные санкт-петербуржцы могут знать ответ на этот вопрос. А, ну если это Питер, это Ладожское. Это же Ладожское. Ну это Ладожское. А это Питер. А что, еще какие-то варианты, что ли, были в голове? Ну, вообще нет. Ну Ладожское озеро. Да. Осталось пять вопросов. И четыре косаря можешь забрать сейчас. Нет, давайте. У тебя нету больше подсказок. Нет, нужно еще пятерку, наверное. Нет, ну я до Талова хочу. Если сейчас Влад Нитопалов отвечает плохо, он получает тысячу, так уж и быть. А если отвечает на все, дам пятерку и все, и пойду. Жара в Питере, ребят, 29-37 градусов на кону. Как взаимодействуют одноименные заряды? Они отталкиваются. Какое животное символ Рима? Какие-то легкие вопросы. Зебра. Зебра. Бесплатная подсказка. Это волчица, волк. Это волчица. Какой раздел зоологии изучает рыб? Ихтеология. Ихтеология. Это бесит. Откуда ты знаешь про ихтеологию? Это школьная программа. Что это? Школьный вопрос. Ихтеология. Откуда ты нарисовался в моей жизни? Какое растение часто называют столетник? Алоэ. Пятый вопрос. Он очень легкий. А нет, он сложный. Он сложный. Как ты думаешь, хочу ли я, чтобы ты победил? Пятерку хочешь мне отдавать или нет? Я думаю, нет. Я скажу, что хочу. Вы знаете, я такое проанализировал, продискусировал, проэксклюзировал, что когда ты отдаешь, причем отдаешь с чистым сердцем, ты получаешь больше в 2-3 раза. Так мне нужно отдать? Не-не, к тому, что как бы я с чистым сердцем расстанусь с пятеркой. Бабки есть, и запешку вчера получил. Поэтому я знаю, что если я отдам от души, то я получу в 5 раз больше. Но если ты не ответишь, то будет еще он как. В каком городе впервые появился метрополитен? В Самаре. Лондон. Это наш победитель. Давайте похлопаем в ладоши Владу, не топалову. А будущему депутату, будущий депутат, передай всем привет. Скажи, не знаю, кому-нибудь что-нибудь хорошее. Что такой умный мальчишка. Ты первый человек, кому я сейчас пятерку за всю передачу отдам. Наверное, я не знаю, друзьям передаю привет. Одногруппникам передаю, ну и все. Держи, это пятерка. Как потратишь эти бабосы, рассказывай. Я, наверное, сейчас пойду, не знаю, еды себе куплю. Короче, там вот есть такая фигня, будка. Там продают шаверму, и есть иорданская шаверма. Я сейчас ее тоже заточу там. В цене кусается, но ты при ловешке. Ну да, пятерка. Пират? Я вообще кайфую. Я не показываю, что я кайфую, но я кайфую. Я просто не знаю. Часто вопросы попадали. Представляете, вот так вот можно вот так вот идти просто, случайно идти, и здравствуйте, появляется человек, меня зовут Евгений. Вопросы, не вопросы, допросы, бабосы, школьные вот эти, мудовосы, вот это сотки, все это. Пять косарей получает человек, сразу же не отходя от кассы, понимаете. Увидите меня на улице, бегите ко мне сразу же, говорит, женек, задай нам вопрос, пожалуйста. Я скажу нет. Не сейчас. В другой раз я скажу, конечно же. Ставьте лайки, пишите обязательно различные комментарии душевные, хорошие прямо вот эти вот, чтобы все было по красоте. Ну вот. А тебя я поздравляю с получением такого сумасшедшего денежного приза. Да, спасибо. Поэтому учись хорошо. Сколько тебе учиться в своей путяге? Четыре года. Ну вот, как ты хорошо, экзамены сдал уже? Да. На пустырь зрителю? Наверное, занимайтесь самостоятельно. Духота. Если не понимаете, что, если точнее понимаете, что не можете, то обращайтесь, не жалейте денег, даже если это небольшие деньги, обращайтесь там всякие репетиторы, онлайн-школы, потому что поступление важно, поступление нужно. Все, наверное. И зарабатывайте пятерку. Вот так вот. Короче так, слушайте меня. Если онлайн, вот это вот, сегодня ты много про них базарил. Если, если вдруг онлайн, так и называется сотка. Да. Если вдруг онлайн сотка школа, ты нас видишь, мы тебя тут, как видишь, нормально продубасили. Сотка, сотка, сотка. Поэтому в описании есть моя почта. Можно как-нибудь простимулировать, понимаете. Закинуть лавешечку, сказать спасибо, Евгений, за то, что про нас тоже рассказали. Правильно? Да. Рекламы нет. Нет рекламы. И Елене Васильевне тогда приветствует, если она будет смотреть. Елена Васильевна мама? Нет, это преподаватель, который готовил меня по большей части. Ребята, рекламы, как видите, нету, но хотелось бы, чтобы она была, понимаете. Поэтому пишите на почту, заказывайте топовую рекламу, будет у вас от нас, как бы, здесь. Да, если, если какая-нибудь онлайн-школа захочет пролекромироваться у нас здесь, пожалуйста, милости прошу к нашему вот этому шалашу. Все, давай, короче, обогнал. Все. Все, спасибо. Все, давай, Влад. Влад, молодец, ты молодец, Влад. Напиши мне в Телеграме. Если видос с тобой зайдет, как с Адилем, он тоже был самый умный, то еще снимем. Всем до свидания, всем небольшой кис, маленький пипис. Это была передача очень классная, вы ее все любите, наверное. А я пойду, я пойду куда-нибудь искупнусь, просто какую-нибудь лужу найду и окунусь, потому что очень жарко, даже в этом теньке, в этом теньке невыносимо жарко. Обязательно лайки в Мандите. Есть Телеграм-канал у меня в описании. Он для фанатов, для моих фанатов, которые обожают Негодяй ТВ и мое изнеможденное хлебало. Просто смотрят и думают, какой же этот человек. Странновато, непонятно, туда, а вот там, где-то, здесь, везде получилось. Подписывайтесь. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok